Куча вещей для малыша, для меня. Она даже не закрывается. Это пижамка от Виктории Сикрет. Классная косметичка, блин, я так рада. Она пропитывается молоком мамы. Пеленок много не бывает. Как это быть мамой мальчика? Всем привет, друзья, с вами Вика. И сегодня у нас с вами будет видео с распаковкой подарков из России, которые мне отправила моя родная сестра Ники. Она совсем недавно еще была в Корее, здесь со мной, когда я родила. И помогала мне в уходе за малышом. Но, к сожалению, она уехала. И вот спустя всего лишь несколько недель она собрала мне большую, огромную посылку, где есть куча вещей для малыша, для меня подарочки на день рождения, на 8 марта. И, в общем, давайте я вам сейчас все покажу. Ну, а потом уже начну все это разбирать, стирать, примерять и так далее. Так что давайте не будем тянуть и скорее начнем. Первое, с чего я хочу начать, потому что я могу забыть, здесь лежит отдельная вот такая коробочка. Она даже не закрывается, потому что она битком набита всякими игрушками-погремушками. Вот видите, здесь сколько много интересных. Это тактильные шарики. Скоро уже ему будет это интересно, все щупать, разглядывать, изучать. И эти шарики можно еще использовать для игр в ванной, то есть когда ребенок будет купаться. Они разных форм есть. Здесь, видите, палые такие дырочки. Вот еще разные погремушки. Это вообще на присоске. Вообще эволюция погремушек произошла с тех пор, как я родила в первый раз. А было это 11 лет назад. Видите, сколько разных интересных появилось. Вот еще одна шарик тактильный. Разные формы погремушки. В общем, чего только нет. Это и жирафик, это и грызунки. Их можно, то есть, и грызть. Они не звенят. Ну, вообще прям огромное количество. Я думаю, что нам этого вполне хватит. И я закину что-то там в коляску, что-то в машину, что-то дома будет, в кроватке, чтобы они везде были. Потому что сейчас уже ему будет интересно все это изучать. И что классно, что есть такой контейнер, где можно будет все это удобно хранить. А иначе где, да? Потому что все это будет валяться. А так все компактно сложил. И все. И отлично. Ну, а теперь переходим к распаковке непосредственно самой посылки. Самое первое, что мы видим, это зимний комбинезон. Ники уже прислала на следующий сезон, следующую зиму. Потому что в Корее я, например, не видела, чтобы были хорошие зимние комбинезоны именно для детей, да, маленьких таких малышей. Потому что здесь есть на подросших пуховики длинные, курточки, да, от двух, от трех лет еще можно что-то найти. А на совсем малышей я что-то не видела. Да, и к тому же в России там хорошие вот такие зимние вещи. Очень качественный комбинезон. Такой приятный. Внутри тоже что-то она говорила, какое-то наполнение. Пух. Сейчас кажется, что размер просто огромный. Потому что малыш у нас маленький, ему всего два месяца. Но к тому времени, к годику ему будет, если не как раз, то немножко на вырос. Ничего страшного, потому что детки быстро растут. Дальше что мы видим? Это уже для меня пижамка. Она очень такая классная. Это пижамка от Виктории Сикрет. Я давно мечтала такую пижамку, и мы даже с Колей здесь ездили, искали. Но мы так и не нашли магазин у Виктории Сикрет, потому что я хотела себе и белье взять, и вообще что-нибудь такое, чтобы можно было носить дома такую красивую одежду. В итоге мы так и не нашли ни один магазин. И я уже смирилась, что не будет у меня ничего от Виктории Сикрет, как вот Ники мне купила. Она вот ездила в последнее путешествие на Бали, и по дороге где-то там купила. Вот это с длинными рукавами. Тут идут штанишки. Это на более холодный период. Ну вот сейчас тоже хорошо носить в межсезонье. Хоть и весна наступила, но все равно еще прохладно. Длинные вот штанишки. И еще есть другая пижамка. Она с шортиками идет. Тоже от Виктории Сикрет. Уже с короткими рукавами. Это на лето. Да, и ткань, вот как я говорю, да, очень такая приятная. Она не будет биться током. Она отлично впитывает пот, влагу, и не будет жарко при этом. Такая классная пижамка. Это в моем стиле. И это еще не все. Есть еще вот такая косметичка, тоже от Виктории Сикрет. Это подарки мне на день рождения и на 8 марта. Есть такая прозрачная для путешествий. Сюда я могу складывать свой уход, чтобы все было видно. И при этом все выглядело красиво и эстетично. А вот эту косметичку я буду использовать для своей сумочки. Луи Витон, куда я буду складывать, ну там, мелкие детали. Помаду, что-нибудь, то, что теряется. Такая вот классная косметичка. Блин, я так рада. Я вообще была, конечно, в шоке. Я не ожидала, что Ники мне все это подарит. Дальше уже переходим к подарочкам для малыша. Здесь много разных пеленочек, одежды. Начнем по порядку. Это муслиновая пеленка. Вот такая она. Самого большого размера. Потому что я вот до этого брала маленькие размеры. Но они подходят только для новорожденного до месяца. А дальше, когда уже ребенок растет, это уже неудобно. Но мы все равно используем для купания. А так, чем большая пеленка, тем это удобнее, конечно. Это муслиновое полотенце с капюшоном. Очень тоже классное, приятное. И, по-моему, оно очень толстое. То есть здесь много слоев. Шесть, наверное. Оно быстро впитывает, быстро сохнет. И очень красивый принт. Мне вообще нравится такой принт с сердечками всякими. И это тоже классный трендовый принт, видите. Дальше давайте посмотрим. Также это пеленки непромокаемые. Их много не бывает. Это тоже самый большой размер, который вообще бывает. Разные вообще нужны пеленки разных размеров. Но чем больше пеленка, тем это лучше. Вот еще на сменку. У меня есть две похожие пеленки. Точно такие же, только других цветов. Также мне, кстати, Ники привозила еще до родов. И они у меня в ходу. Они у меня все используются. А эти будут как раз на запас. Дальше это пледик. Тоже он муслиновый. Посмотрите, какая у него расцветка цветочная. Сейчас как раз весна. Дальше лето начнется. И это все нам будет поднимать настроение. Также размер огромный. 130, по-моему, на 100. Для ребенка в самый раз. Даже когда он подрастет, там до трех лет, спокойно можно использовать. И что классно. Я обожаю муслин. Потому что очень приятно в тело. И для ребенка тоже классно. То есть что такое муслин? Это стопроцентный хлопок. Но он более премиальный, что ли. Он более приятный. Давайте дальше. Это непромокаемая пеленка. Также она из муслина. И таких очень мало на самом деле, чтобы они были непромокаемые. Еще и из муслина. При этом она двухсторонняя. Можно использовать вот эти стороны красивые. Видите, сердечки какие классные. И также с другой стороны здесь уже махровая поверхность. Но можно использовать как с этой, так и с той стороны. Не все такие пеленки бывают. Обычно их только с одной стороны используешь. Но вот это классное. И такая же есть еще. Тоже муслиново непромокаемая. Но сердечки уже покрупнее. Также двухсторонняя. Вообще я довольна. Что еще нужно для молодой мамочки, которая только что стала мамой? Это как можно больше всяких штучек для малыша. А, здесь еще есть штанишки для Леры. Да, она же хотела карго. И смотрите, они какие-то клеенчатые, что ли. Я думала, что они будут более матовые. Ну ладно, ничего страшного. Я что-то про них и забыла. Это она заказывала. Дальше. Это накидка для кормления. Это такой фартук. То есть вот так вот вы надеваете. Здесь есть кармашек, куда можно платочек положить. Или подгузник, например. И он, кстати, тоже выполнен из муслина. Что очень классно. И расцветка у него нейтральная. Все подойдет. Можно будет кормить, например, где-то в общественных местах. Вот бывают такие моменты. И при этом ты будешь закрыто со всех сторон. 360. А это окошко для малыша, чтобы он мог дышать. И при этом, чтобы мама наблюдала за ним. Прикольно, блин. Дальше. Это уже мои заказы. Это я выбрала себе бибгалтер для кормления. Очень классный тоже. Нашла по рекомендации. Кого-то там в Рилсе, я по-моему, увидела. И артикул увидела. И поэтому вот заказала. Был еще один второй, что-то я его не могу найти. Ладно, сейчас мы найдем, доберемся. Здесь уже игрушки для малыша. Это книжка-шуршалка. Здесь разные странички. На русском языке причем. Я специально хотела, чтобы именно на русском было. Потому что здесь тоже я видела в корейских маркетплейсах есть. Но там они непонятно. То на английском, то на китайском написано. Мне это не хотелось. А здесь, видите, утка. Все понятно. И хвостики торчат разной текстурой. Малышу будет удобно и прикольно все это изучать. Щупать. Познавать этот мир. При этом все шуршит. Где-то что-то пищит. В общем, такая развивающая игрушка. Которую можно и грызть. И взять с собой куда-нибудь машину, в коляску. Также Ники взяла малышу такие вот грызунки. В виде ладошки. Я помню, что у Леры был точно такой же, только зеленого цвета. Мне прикольно, что до сих пор это делается. Как будто бы, знаете, не было этих 11 лет. И как будто бы я снова погрузилась в тот период. Ну, так и есть. Я снова в это погрузилась. Вот прикольные такие штучки. Лера тоже увидела. Говорит, о, классно. Я говорю, а у тебя точно такой же был. Но она, конечно же, это не помнит. Дальше. Игрушка вот такая развивающая. Зайчик. Я думаю, многие, кто также недавно стали мамами, знают, что эта игрушка очень популярная. Она что только не делает. Она и поет, сказки рассказывает. И светится, это и погремушка, это и грызунок. Вот здесь вот силиконовые ушки, их можно грызть. Короче, все, все, все. Весь набор. Хотя я видела, что очень многие эксперты не рекомендуют такие игрушки, потому что у ребенка идет расфокус. Он не может сосредоточиться. И такие игрушки, наоборот, вредят, чем приносят пользу. Но я подумала, что ничего страшного не будет, если он там 5-10 минут с ней поиграется. Вреда она такого прям сильного, непоправимого не принесет. Но здесь нет батареек. Это надо будет тоже понять. Вообще, надо ее помыть. А можно ли ее мыть? Вот это я чуть не нашла информацию. Ну да ладно. Дальше. Некия еще взяла нимблер. В общем, сюда нужно будет какие-то фрукты добавлять, чтобы ребенок мог рассасывать, это грызть. И причем это безопасно, потому что здесь есть сеточка вроде как. Я не знаю точно, как им пользоваться. Но я думаю, можно будет разобраться. Это просто она закинула, видимо, когда уже будем водить прикорм, а это не за горами. Время-то быстро идет. Дальше. Это грелочка. Такая вот, видите, миленькая-маленькая. Она похожа на советскую грелку по такому же типу, но просто современная. И очень у нее приятная поверхность. Просто воду горячую заливаете и прикладываете на животик, когда у ребенка он болит. А сейчас у нас как раз период коликов. Но, к счастью, он скоро уже закончится, я очень на это надеюсь. Дальше. Это подушка для кормления. Она вот такая удобная. Я ее уже протестила. Как она работает? Я сначала тоже не знала. В общем, надеваете эту подушку. И вот так вот прикладываете ребенка. Носите, либо кормите с бутылочки, грудью. И потом ребенок засыпает. Ему, во-первых, здесь удобно, мягко. Не потеет голова. И у вас не болит рука. Не так сильно устает. Когда он засыпает, уже нужно его переложить в кроватку. Вы также вместе с подушкой прикладываете ребенка. И он при этом не просыпается. Очень удобно оказалось. Правда, мне эта подушка немножко великовата. Но я думаю, что ничего страшного. И она не должна быть впритык. Дальше давайте посмотрим. Это кокон. Пеленка кокон. Так называемая. Надо было, наверное, с самого начала, с самого рождения, ее пользоваться. Хотя нет, сейчас тоже классно, удобно. Вот так вот она выглядит, если кто не знает, что это такое. Например, кто впервые с этим сталкивается, потому что я тоже раньше не знала. Это нужно для того, чтобы ребенка не пеленать. Вот так вот его одеваете сюда. Просто на молнии. Здесь все безопасно, видите. Здесь специальный кармашек есть, чтобы ребенка не порезать, не поцарапать случайно молнии. И все. И ребенка можно не укрывать, не пеленать. И он при этом не пугается своих ручек. Вот два таких кокона на смену. Это уже принт звездочки. Поначалу может показаться, что она большая эта пеленка. Но на самом деле нормально. Потому что когда ребенка берешь, все время поднимается вверх одежда. И за счет этого как раз пеленочка. Следующее. Это рыбка. Вообще это игрушка для собак, для кошек. Но ее можно еще использовать и для ребенка. Адаптировать, так сказать. Так вот, включаете. И этот хвостик, он бьется. Когда ребенок уснул, мы же его похлопываем. Потому что ребенку нужно вот это вот похлопывание, напоминающее сердцебиение мамы. И вот я где-то в рекомендациях увидела, что можно вот так вот ее использовать. Надо как-то привязать. Попробуем, в общем. А вдруг? Потому что сейчас все средства хороши, да? Дальше, что у нас в этом пакетике? А, это для Леры вкусняшки всякие. Здесь печеньки разные. Может быть, это керри прислала ей. Много маленьких чик-таков есть. Вообще там была большая упаковка, но, скорее всего, она не поместилась. Много места занимает. Поэтому Ники вот так вот положила. Много маленьких-маленьких. Здесь еще их много вообще-то. Очень много. И еще есть вкусняшки, печеньки. Это все для Леры. Дальше посмотрим. Это паильник. Прикольный паильник. Уже скоро нужно будет давать что-нибудь там. Водичку попить. Вот так вот. Будет пить сидеть. У Леры был похожий. Тоже с двумя ручками, да. Блин, я говорю, как будто бы недавно это было. Я ей давала. Она уже, кстати, со скольки? С трех месяцев пила сама сок из трубочки. И дальше уже идет одежда для малыша. Также она из муслина. Это уже на лето. Посмотрите, какой костюмчик. Вот этот песочник. И тут идет панамка. Ну, вообще, ну, прелесть. Дальше что у нас тут? Это комбинезончик. Причем он такой очень классный, очень мягкий. Размер идет на 9-12 месяцев. А, это на осень она, скорее всего, взяла. Когда вот начинаются уже после лета первые... Ну, не холода, а просто прохладно становится. И как раз это подойдет ему, я думаю, да. Здесь еще есть из муслина. Что это такое? Тоже комбизик. Да, слипик, наверное. Все муслиновое, все классное. Дальше давайте посмотрим. Это игрушка комфортер, по-моему. Он так называется. Я почему-то хочу все время сказать комфортер. Вообще, знаете, с рождением второго ребенка я как будто заново погружаюсь в мир материнства. Ну, не как будто бы, а так и есть на самом деле, да. И вот о существовании такой игрушки я, например, раньше не знала. Что это такое? Это игрушка для сна. Она пропитывается молоком мамы, ее запахом. То есть, когда кормите ребенка, нужно будет между собой и малышом приложить эту игрушку. И она напитается маминым запахом. И потом ребенок спится этой игрушкой крепче, потому что она пропитана маминым теплом, маминым запахом, молочком. И вот такая она милая. Очень мягкая, комфортная. Вот реально комфортер. Как еще по-другому скажешь? Ну, круто, да. Я не знаю, будет это работать или нет, но я подумала, а почему бы и нет? Вдруг это что-то будет срабатывать. И не зря же люди это придумали. Если кому-то помогает, вдруг и нам поможет, да. Вот еще есть разные шортики на лето. Прикольные, тоже муслиновые. В этом видео будет часто звучать слово муслин, потому что я стала его огромной фанаткой. Эт шортики уже побольше. Я думаю, что, да, этим летом, наверное, он уже будет носить. Пока я еще не могу понять, потому что он очень крохотный у нас сейчас, хоть и подрос. Он сейчас весит у нас 5300-5400. А это, видимо, в подарочек где-то положение на грудник. Тоже муслиновый, да. Дальше. Вот еще у нас есть песочник серого цвета. Также муслин. Это комбинезон уже на осень. Надо посмотреть размеры. Скорее всего, да, это на осень. Тут лапки прорезиненные. Скорее всего, когда он уже будет сидеть, либо стоять, чтобы это все было безопасно. Очень классная ткань. Вообще, я обожаю детские вещи. И вот что классно, сейчас очень огромный выбор. И есть все для детей. Хотя и 10-11 лет назад это было. Но мне кажется, что сейчас это еще больше развилось. И еще больше всего интересного, крутого появляется. Появляется. Почему так говорю? Вот еще есть комбинезончик. Он какой-то с удлинением. Можно будет подворачивать. И, кстати, по-моему, даже... А, можно будет вот так вот лапки сделать. Носочки. Прикольно, да. Он белого цвета. Вот, дальше мы посмотрим. Есть еще серенький такой комбезик. Это сейчас носите. Видите, маленький размер. 62-68 сантиметров. Да, 3-6 месяцев. Это сейчас носить. До того, как наступит жара. Все равно март, апрель. Будет еще прохладно. Дальше. Это муслиновая пеленка. Также. С сердечками. Видите, какой принт классный. Она большая. Пеленок много не бывает. Это я уже говорила? Да. Повторюсь. Дальше. Еще есть боди муслиновые. Серенькая. На лето. Вообще, сейчас, я заметила, мне попадаются тоже рекомендациях малышей. Вот в таких муслиновых боди. Красивые такие, нарядные. На девочек очень много красивых. Там и повязки есть, и носочки. Ну и на мальчиков, как оказалось, тоже очень много всего есть интересного. Потому что я раньше, например, думала, что на мальчиков что-то найти сложно. Что их красиво наряжать не получится. Что это только девочек. Но видите, много всего, сколько есть на мальчиков. Это вообще для меня больше всего интересно и актуально. Я даже не смотрю уже отделы для девочек. Не смотрю ничего розового, такое с бантиками. Хотя раньше не представляла, ну, как это быть мамой мальчика, да? Для меня это было что-то неизведанное. Сейчас уже все поменялось. Видите, какие еще... Вот бодики какие-нибудь я отправила вообще. Здесь жирафики, слоники. Все уже такое голубенькое, полосатые. Вот еще базовое такое боди. Это сейчас носить уже, да. Она продумала все. То есть она снабдила нас одеждой до года, если не больше. И вот еще такие майки боди. Это тоже уже на лето. Можно сейчас носить. Дома у нас жарко. И часто бывает, что он даже без одежды у нас ходит. Ходит, да. Но обязательно на ночь я его пеленаю, чтобы он крепче спал. Это две ложечки силиконовые Ники положила, чтобы давать лекарства. Водичку вот пить скоро. Ну вот, собственно, и все. Видите, сколько всего Ники отправила. Там еще были вкусняшки различные для Коли, для Леры. Этот я уже не стала доставать. Подумала, что самое главное это вещи. Потому что здесь таких, к сожалению, нет. И я очень рада, что Ники мне это все прислала. С удовольствием прямо сейчас начну это все сортировать, стирать. И уже хочется примерить и играть в куклы вместе с малышом. Ну вот и все, друзья. Распаковка моя закончена. И на этом я, пожалуй, также буду видео свое заканчивать. Ну а вы обязательно подписывайтесь на мой инст, смотрите мои сторис. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Потому что все новости выходят в первую очередь именно там. И там же мы общаемся на разные мамские темы. На тему материнства и всего такого. Ну и не только. Все ссылочки будут в описании под видео. Ну а мы с вами увидимся уже в следующем ролике. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!